Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу! До сего места нам помог Господь, чтобы нам быть в этом собрании святых народа Божьего. И мы нуждаемся сегодня в Его благословении. Мы нуждаемся в том, чтобы Он учил нас. И вы знаете, есть хорошее такое место, Священное Писание. Вот когда мы молились, как-то оно меня особенно так напомнилось, мне пришло на разум. Там есть такие слова, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И когда мы молились, касался Дух Святой, и мне пришло на разумение, и тебя касается любовь Божия. Вот теперь ты можешь ее почувствовать на себе. Слава нашему Господу! Потому Бог сегодня хочет каждого из нас коснуться, чтобы каждый из нас пережил Его любовь, Его внимание. И Бог всегда с нами, даже когда мы Его не чувствуем и не ощущаем, но Бог всегда с нами. Я думаю, что некоторые из вас знают такой пример, а кто-то не знает. Я расскажу, что когда в одном племени было такое, обычай такой был, значит, чтобы молодой человек стал мужчиной, его отправляли в лес, и он должен был там провести ночь. И у него ничего не было, он должен был быть среди диких зверей, в таком, знаете, пустынном месте, где никого рядом нету, селение далеко, никто ему не поможет. И так закалялся характер молодого человека, его мужество, его смелость, его выносливость. И пришло время, в одной семье подрос тоже молодой человек, ему пришло время идти туда. И, конечно, он шел в большом переживании, а переживет ли он эту ночь. И когда он туда пришел, никого рядом нет, кругом воют дикие звери, значит, все, каждый шорох пугает, каждая тень настораживает. И вот так всю ночь он не спал, конечно, это было сложно уснуть в такой атмосфере, он всю ночь продрог, пробоялся, прострашился и дождался утра, и смог вернуться обратно в деревню. Все были очень рады, он эту ночь пережил, стал мужчиной, но он не знал одного простого момента, что когда он там находился, в этой атмосфере, то он был не один, за деревом стоял его отец. И он стоял, так скажем, с оружием и готов был напасть на любого зверя, который бы напал на его сына. Итак, в нашей жизни мы с вами не оставлены, даже если мы не чувствуем, и вокруг нам кажется все против нас, то Бог никогда своих детей не оставил и не оставляет, слава Господу, и всегда имеет о них заботу и попечение. Евангелие от Матфея, 8 глава, записаны к нам такие слова, мы прочитаем несколько случаев и моментов, где Христос не оставил и не оставляет. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его, сказал, «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказы. Говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, «Но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». И Слово Божие говорит, что когда Христос спускался с горы, он был на горе, и мы все знаем такое, так скажем, название этой проповеди, этого места, где он находился, это была Нагорная проповедь. Христос был с учениками, с народом, который слушал его, и он преподавал им учения, и он уже спускался с горы, так скажем, его на учение было закончено, и вдруг его встречает прокаженный человек, кланяясь, говорит ему, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Знаете, ну, вчера у нас в репсентре была тема, я немножечко им говорил о прокаженных, и прокаженный – это тот человек, который несет очень тяжелые муки, я так скажу, не только физические, но и душевные, потому что эти люди в Израиле были изгнанниками, им нельзя было находиться среди народа Божьего, потому этот человек пришел не в город, он не пришел, так скажем, где-то в пределы, где были люди, и он даже не мог подняться на ту гору, где Христос говорил с учениками и со всем народом, он ждал его у подножия. Он ждал у подножия, и я не знаю, какое время он ждал, может быть, он там долгое время находился, нам это не открыто, нам это не видно из того, что написано, но он его там ожидал. И когда Христос спускался с горы, он сказал очень интересные слова, я считаю, что они очень интересные. Он сказал, «Если хочешь, можешь меня очистить». Дорогой друг, ты столько ждал, столько нуждался, а теперь ты не говоришь, «Господи, очисти меня, пока ты здесь». Он говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». И вот эти слова этого человека, как-то, знаете, мне помогли что-то в жизни тоже понять, что, «Господи, как ты хочешь». Всегда ли мы в нашей жизни желаем, «А как хочет Господь?» или «Как хочу я?» Как мы задаем Богу вопрос, когда у нас возникают в жизни трудности? Как я хочу, Господи, вот я хочу, и мне это надо. И я в этом нуждаюсь. А правильнее задать вопрос, «Господи, а как ты хочешь?» «А что ты хочешь, Господи, и как ты хочешь?» Я думаю, что этот человек вполне мог услышать ответ, «А я не хочу». И он был к нему готов, потому что он сказал, «Если ты хочешь, я тебе предоставляю, Господи, право сделать в моей жизни то, что ты хочешь». Хочешь исцелить, я буду исцелен, я буду этому безмерно рад. Но если ты меня ставишь так, «Ах, не будет в моем сердце сомнения» или «Не будет в моем сердце недовольства». Его сердце было готово на любую волю Божию, потому что для него была важна воля Божия. И мы часто представляем волю Божию, когда что-то приходит в нашу жизнь только приятное, только хорошее, то, что нас радует. Но если в нашу жизнь приходит воля Божия, от которой нам неприятно, мы не согласны, что это воля Божия. Мы не согласны. Когда приходят наши трудности, мы говорим, «Господи, за что?» У нас возникает вопрос, «За что?» «Чем я тебе не угодил?» «Почему в мою жизнь это пришло?» «Мне непонятно». И мы начинаем в себе копаться, а воля Божия может быть в том, что Он над нами трудится. И вот знаете, если взять глиняный кувшин, и его очень красиво мастер сделает, я не так давно видел кувшин глиняный ручной работы, это очень такое хорошее, интересное изделие, очень красивое такое, но видно, что ручной работы он сделан, окружали, значит, поднят этот кувшин. И если мы его просто снимем с кружала и скажем, «Все, прекрасное изделие, я буду им пользоваться». Он постоит, да, он засохнет, он может высохнуть, глина может высохнуть, но только в нее что-то наберете, она сразу раскиснет. Она набухнет, наберет воду, и все, этот кувшин весь сомнется. Но если пропустить его через огонь, знаете, во многих музеях стоят глиняные кувшины, которым даже не одна тысяча лет. они форму не теряют. И даже сегодня в них что-то налить, он таким и останется. На него не влияет время, потому что он прошел огонь. И воля Божия, так может и быть в нашей жизни, что Бог нас пропускает через огонь. Но когда Бог пропускает нас через огонь, мы видим только огонь. А Бог хочет, чтобы мы видели конечный результат. Чтобы мы видели, а для чего Бог это делает. Не то, что мы сейчас в это попали, и теперь нам плохо, а нужно видеть Господи, а может быть, Ты что-то во мне сегодня достигаешь через это. Надо мною трудишься, что-то во мне меняешь. И когда мы проходим, и Давид тоже оборачивался и говорил, межи мои прошли по прекрасным местам. Когда он шел, они для него не были прекрасными. И когда мы проходим что-то тяжелое, я не думаю, что кто-то скажет, как мне хорошо и приятно, подольше бы так. Я думаю, что многие скажут, побыстрее бы, Господи, я уже устал, я не могу, мне уже тягостно. Но когда мы проходим, мы понимаем, что Бог что-то совершил в нашем сердце и в нашей душе, и во нашей внутренности. Этот человек сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Христос сказал, что ему для этого необходимо было сделать. Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же отвечает, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под покров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Вот я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, к другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился. Вот знаете, дорогие друзья, я думаю, что Христа в принципе сложно было чем-то удивить. Христос видел то, чего люди не видят. Он даже слышал мысли людей. Вот о чем они думают, он это все слышал, он это знал. И более того, Писание говорит, он видел сатану, спадшего с неба. Он видел такие духовные действия, которые ни один человек в жизни никогда не увидел и не увидит. И когда говорил это Сотник, Христа привело это в удивление. Представляете, Христос удивился. Христа удивило, удивил ответ этого человека. Услышав сие, Иисус удивился и сказал, идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягутся в Рамам, Исаакам, Иаковам в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус Сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Слово Божие говорит, удивился Христос. Чему же Христос удивился? Знаете, многие люди ходили за Христом и чего-то от Него хотели. И многие, я думаю, что были, даже очень бы и желали, чтобы Христос пришел в их дом. И такие случаи были, когда Христос приходил в чей-то дом, да, заходил, и в этом доме приходило благословение, какое-то устройство, там шло такое, так скажем, действие Божие, Бог касался сердец там, там многие люди приходили, каялись, и написано, что даже женщина, взятая в прелюбодеяние, она тоже там каялась, да, и такое было действие, значит, обывало Христу ноги, драгоценным маслом, отирало своими волосами, и такое действие было, и разные были действия, и Христос говорит этому человеку, когда он его попросил, и разные люди просили, Христос по-разному отвечал, и по-разному Бог действовал с каждым человеком, видя его веру, видя его сердце, видя его желание, настрой, и Слово Божие говорит, Христос сказал, я приду и исцелю его, ну, что может быть проще, сказать просто да, хорошо, вы думаете, что этот человек не хотел, чтобы Христос был в его доме, он очень даже хотел, он очень даже хотел, он говорит, я приду и исцелю, представьте, Христос идет, и все спрашивают, куда ты идешь, Господи, он идет ко мне, он ко мне идет, он к нему идет, он из всех выбрал этого человека, я думаю, что даже авторитет бы этого человека поднялся, он даже, он просто было бы отмечено, все бы знали, Христос в этом доме был, и всегда бы, когда бы кто бы не приходил мимо этого дома, мы всегда бы говорили, Христос был в этом доме. И, возможно, сейчас это был бы какой-то памятник даже там. Но этот человек сказал, Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под покров мой. Говорит, Господи, я не тот человек. Я недостоин. И вот знаете, в смирении этого человека, и не только в смирении, но в его таком уважении пред Господом скрывалась еще очень сильная вера. И вот знаете, эти два качества, они соседствуют друг с другом. Невозможно человеку иметь постоянную сильную веру и быть гордым человеком. Это невозможно. Временно может какие-то эпизоды быть. Но у этого человека было состояние смирения, состояние такой, так сказать, нужды пред Богом, состояние своей неспособности. И за всем этим крылся большой, скажу, драгоценный камень, крылась его вера. И он сказал, Господи, достаточно, что Ты скажешь только слово. Твое слово имеет все полномочия и власть, даже если бы и Тебя там не было. Оно имеет все полномочия и полную власть, как будто Ты там есть. И Христос удивился. И вот как сегодня этого не хватает христианам нашего времени, что мы хотим, и сегодня многие люди гоняются за чудесами, и в чудесах видят особое действие Божие, и ищут какого-то, знаете, где бы, чтобы как происходило. И ученики этого искали, и даже этому радовались. И, значит, говорят Христу, Господи, и бесы нам повинуются. А Христос говорит, не радуйтесь этому. Не радуйтесь. Не радуйтесь, что у вас такая вера, что вам могут бесы повиноваться. Знаете, среди людей, я думаю, это были бы очень уважаемые люди, которые бы просто изгоняли бесов, и все люди очищались, освящались, они были бы очень уважаемые. И они это поняли где-то внутри себя. И Христос говорит, не радуйтесь этому, а радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. И это было самое главное и самое ценное, чтобы у людей была живая вера в живого Бога. И вера в то, что Господь всегда с человеком. И вера в то, что Божье Слово, оно всегда сильно оживлять и помогать человеку. И вот этот человек, сотник, он поверил только Слову Иисуса Христа. Господи, скажешь, и все произойдет. И сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность. Этот сотник такой возможности не имел. Мы читаем Новый Завет. Оно наполнено словами нашего Господа, которые могут нас оживлять, если мы с верою их принимаем. Они имеют действия и в нашей жизни. И последнее, о чем бы хотелось сказать. «Приедав же в дом Петров, Иисус увидел тещу, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Мне очень нравятся эти два стиха от этого места Священного Писания. Мне нравится поведение этой женщины. Знаете, когда Христос кого-то исцелял, то разное было проявление реакции на это исцеление. Об одном человеке, который получил исцеление, написано «Он скакал». Там участвовали, значит, уже апостолы Христа. «Он скакал, он прыгал». Реакция была какая. Человек был очень рад этому, взволнован был. Настолько переполняли его чувства, что он даже на месте стоять не мог. По-разному. Кто-то бежал всем, рассказывал. Кто-то, знаете, к родным шел и так далее, и так далее. Разные ощущения. Кто-то был очень благодарен Христу за это, да? И как-то проявлял эти чувства. Но Слово Божие говорит, когда Христос исцелил эту женщину, вот представьте, она лежит. Все, она лежит, все, ей плохо. Горячка – это тяжелая форма болезни с высокой температурой. Знаете, в этот момент человеку ничего не охота и ничего не надо. Он не есть не хочет. Ну, может быть, пить хочет. Его ничего в жизни интересует. Вот во рту, может быть, горечь какая-то, да, от слюны, которую он глотает. Ему плохо, ему трудно, тяжело. И вдруг какой-то момент, раз, его все оставляет. Вот первое ее действие. Что она стала делать? Она встала, одела фартук и пошла служить. Ну, я же образно говорю фартук. Ну, что-то она сразу пошла служить. Это была ее реакция. Это человек-труженик. Это человек, который привык служить. Это человек, который привык для других делать добро. Я знаю и думаю и понимаю так, что Христос всегда с большим уважением или, так скажем, с вниманием относится к таким людям, которые не ждут, когда их позовут. Не ждут особого приглашения на труд. Есть категория людей, которым говорит, что трудиться не надо. Есть такая категория людей. Они сами его видят, это труд. Я знаю таких людей, не буду говорить поименно, но стоит его куда-то поставить, он стоять там больше пяти минут не будет. Он себе найдет, чем заняться. В любой дом его поставь, и он найдет, что там можно сделать. В любое место поставь, он найдет, что там можно сразу делать. Другой сядет на стул и будет ждать, когда его пригласят. А этот не будет. Он встает и сразу служит. Писание говорит, вот о таких Христос тоже обращает особенное внимание, потому что это характер Божий. Это характер Иисуса Христа видеть там, где я, где во мне нуждаются. И мы помолимся Господу, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог благословил нам искать волю Божию в своей жизни, как хочет Господь, чтобы мы доверяли Его живому Слову, и чтобы нас не нужно было звать или ждать, когда мы придем на труд, а мы сами спешили и стремились к Нему. Будем молиться.